Всем привет. Некоторые утверждают, что если залить солярку в двигатель под горловину, то она не только раскоксует поршни, но и отмоет всё в двигателе. А некоторые утверждают, что после раскоксовки солярка и масложор уходит, и компрессия повышается. Что ж, сегодня мы это и проверим. А также проверим влияние солярки на сальники и оценим реальные моющие свойства солярки на снятых деталях. Итак, погнали. В прошлом выпуске мы уже делали промывку этого двигателя соляркой с маслом, смешанных один к одному. И результаты вы видели сами. В первом цилиндре компрессия стала 10, во втором компрессия упала до полутора, в третьем до 8, и в четвёртом до 8,5. Двигатель у нас после таких манипуляций, конечно же, не ожил, а даже немного приуныл, и работает до сих пор неровно, и стал расходовать масло. Перед заливкой солярки под горловину оценим состояние подклапанной крышкой и камеры сгорания. Подклапанной крышкой достаточно грязно. Это как раз то, что надо. Вот и проверим, раскоксует ли солярка этот шлам. В первом цилиндре всё в нагаре, во втором масло течёт ручьём, в третьем тоже нагара куча, и в четвёртом тоже всё ужасно. Теперь отберём полностью старое масло при помощи насоса. Как показала практика, насосом откачивается всё до последней капли, в том числе и не сливаемый остаток. Перед заливкой солярки в двигатель до полного возьмём закоксованный поршень, который повидал виды, и который практически такой же грязный, как на Таврии. Также возьмём новые маслосъёмные колпачки, два зальём, а один оставим как эталонный. Заливаем всё солярочкой, и пусть детальки покиснут. А теперь почти 10 литров зальём в двигатель. Одной канистры не хватило, надо прикупить ещё. Двигатель у нас прогретый, поэтому раскоксовка должна идти интенсивнее. Вот, теперь под горловину. Прокрутим двигатель аккуратно стартером, чтобы везде солярочка наша проникла. И опять дольём до полного. Солярка опять ушла, и судя по всему камеры сгорания полные. Ну коленвал не крутится. И за пару минут никаких подвижек в очистке нет. В шприце солярка чистая. Убедимся, что в цилиндры солярка всё-таки проникла, и она там есть. А то некоторые отдельные уникумы постоянно утверждают, что раскоксовки, которые заливают в масло, в камеру сгорания не попадают и тем самым не чистят её. Вот, например, из солярки видно, что всё попадает. Поэтому я не зря оцениваю эффективность раскоксовок на камере сгорания. Если у вас есть обратные доводы, хейтеры, покажите их мне в телеграме. Там всегда можно подискутировать. Закручиваем свечи на место и опять заливаем до полного, компенсировав вылитая. И оставляем всё это дело на пару часов. А пока есть время, пора уже наконец и ворота гаража облагородить. Использовать будут декоративные покрытия АМК. Ведь покрытия АМК крепятся быстро, надёжно и, главное, по цене доступно. Покрытие АМК – это натуральная мраморная крошка, поэтому покрытие не выгорит и его можно использовать как снаружи, так и внутри, так как материал экологически чистый. Я выбрал Микс 322. Вы же можете выбрать абсолютно другой. Перед наклеиванием на пеноплекс его надо обработать корчёткой для лучшего сцепления материала. Затем загрунтовать поверхность акриловой грунтовкой либо валиком, либо с краскопульта. И после высыхания грунтовки уже готовить клей для мозаики и камня. Я использую именно белый клей, так как он никак не изменит цвет покрытия. Размечаем и примеряем лист, замешиваем клей, наносим его, приклеиваем лист и разглаживаем его, выгоняя весь воздух. А затем сразу же затираем швы. Ну вот, пара часов и ворота готовы. А спустя пару дней, как клей полностью высохнет, защитную плёнку уже можно отрывать. Ну вот, гаражные ворота преобразились и выглядят очень круто. Так что если вы хотите облагородить фасад дома или гараж с квартирой, то выбирайте покрытие АМК. Классная вещь, рекомендую. Посмотрим, что стало с детальками. Ну маслосъёмные не растворились ещё и не разбухли. Поршень вроде бы вообще без изменений и пальцем ничего практически не стирается. Ладно, оставим ещё на ночь, пусть постоит. Вот и доброе утро. Посмотрим, что внутри. А внутри уже всё сухо. Вся солярка просочилась. Прикольно. Где-то походу или сальнику пришёл конец, или прокладки поддона. Печально. Посмотрим, что с новыми сальниками. Сальничек подзадубил. И талоны намного мягче. А если их сравнивать вместе, то из солярки сальник немного разбух. Ну вот и думайте. А хитрый грязный поршень так и не хочет очищаться. Да и солярка даже не помутнела. Даже щётка не хочет оттираться. Ну, на дне так. Чисто наружная пыль смылась. Да и лак не стирается. И дно поршня нифига не очищается. Маслосъёмное кольцо вроде очищается, но опять-таки щёткой в цилиндрах не потрёшь. Ну, я бы ещё понял, если бы нагар этот размягчился, то он бы потом со временем выгорел. А так нифига не очищается. Если всё-таки во время ремонта появилась необходимость почистить грязные замасленные детали от шлама, лака и так далее, а стандартные средства уже не помогают, то воспользуйтесь пенным очистителем детали от ВМП Авто. Просто его наносим и уже видно, как лаковые отложения моментально отходят. Даём поработать средству пару минут и смываем водой. Готово. Этот очиститель можно использовать для чистки клапана EGR, турбокомпрессора и иных деталей из алюминия, стали и чагуна. Очиститель не разъедает их. А ещё очиститель не имеет запаха, что немаловажно. Берите на заметку. Ну, давайте сольём остатки солярки с двигателя и посмотрим на неё. Цвет солярка поменяла. Со стенок явно смыло остатки старого масла. Крутанём стартер и выгоним остатки солярки. В первом нагар мокрый, надеюсь, стал мягче. Во втором более-менее чисто, как и было, в третьем нагар тоже мокрый. А в четвёртом прям видны следы на нагаре от шприца, когда я отбирал остатки солярки. А теперь зальём нового свежего маслица и прогреем двигатель. Давненько наша таврия не получала свежего масла, а то одни эксперименты и только. Покрутим ещё раз двигатель, ставим всё на место и пробуем запускать. Солярка тут ещё ручьём бьёт. Ой, ёп. Таврия подумала уже, что она дизельная и чуть в разнос не пошла. Да не, всё нормально, просто пропердёлся. А сейчас хорошенько прогазуем. Ну тут уже масло ручьём бьёт, а не солярка. Да и двигатель бьётся в конгусиях. Раскоксовка с явно пошла не на пользу. Что ж, двигатель поработал уже больше часа, давайте проверим компрессию. В первом 8.9, а было 10. Во втором 1.1, ещё меньше стало. В третьем 8.8, 8.9, а было 8. Хм. И в четвёртом 9.5, а было 8.5. Вот такая вот раскоксовка с соляркой. Посмотрим, что внутри. Под клапанной крышкой, как я и думал, абсолютно никаких подвижек. Ну может, если только чуть-чуть. Надо будет уже что-то лютое залить, чтобы уже в конце концов очистить всё внутри. Но только что? Посоветуйте в комментариях. А вот в первом цилиндре нагар вроде поотвалился немного. А во втором масло меньше бежать стало, чем до раскоксовки соляркой. Или просто масло такое. В третьем, мне кажется, всё так же. И в четвёртом всё так же. Давайте отберём чуть-чуть нового масла. Ого, чернуха пошла. Такая чернота говорит о том, что двигатель реально засрад внутри. И новое масло это демонстрирует. Но будем экспериментировать дальше и проверять, чем же мы всё-таки сможем отмыть движок таврии до блеска. Не переключайтесь. В общем, вот такой эксперимент у нас сегодня с вами получился. Компрессия плюс-минус осталась, будем считать, такой же. Внутренние детали не отмылись соляркой. Сальники подзадубели. Таврия сходила под себя. А масло как ела, так и ест. А теперь решайте сами, стоит ли заливать солярку, как раскоксовку, если есть современные безопасные средства для этого. А у меня на этом всё. Всем удачи и добра. Пока. Согласитесь, друзья, что главная задача всех раскоксовок – это убрать масложор и поднять компрессию в двигателе. Над этой дилеммой бьются все производители. Но никто так и не придумал, как это сделать максимально просто, быстро и эффективно. Эти задачи не удавалось решить, пока не появилась раскоксовка «Спутник-Р» от Рутек. Эта раскоксовка работает быстро и применять её просто. Заливаем её через маслозаливную горловину, а через полчаса работы двигателя на холостых перегазовываем. И всё, можно ехать. А за эти полчаса выравнивается компрессия и происходит очистка от нагара. Это уже мною проверено. В общем, всё просто и не требует специальных знаний и помещения. Да и не надо разбирать мотор и ждать несколько часов, как с другими раскоксовками. И кстати, после раскоксовки Рутек им масло не надо менять, что очень удобно. Профилактическая экспресс-раскоксовка двигателя Рутек – это находка для современного водителя. А подобрать раскоксовку под свой автомобиль очень просто. Надо лишь знать объём своего двигателя. Ссылочка на раскоксовку в описании.